Сейчас. Палки могут быть? Да. Следующий раздел нашей программы соревновательный это фертование на палку. Так как мы используем палку именно как палку, не как сажу данный палат, то в правилах у нас разрешено использовать разные способы удержания палки. В том числе и удержать ее разными способами двумя руками. Удары палкой только рубящие, удары до пояса, зоны поражения до пояса с попаданием по голове к корпусу. Любое попадание приносит одну очку. Одну очку пальцов покажу. Сейчас. Чтобы не переломать защиту. Так. Вы угрожаете головы, мы открываем закрытие бока, закрытие другого бока, закрытие от ударов снизу. Также мы можем использовать левую руку. Т.е. бойцы могут использовать во время боя очереди как по очереди, так и отдельно. Т.е. в таком месте. Вот. Можно прикрываться палкой таким вот образом, можно прикрываться палкой дверью. Так. Такими вот всякими разными способами. и соответственно наносить ответ. У нас есть некоторое значительное отличие от правил исторического тортования. И мы ближе к схемам. Т.е. у нас каждый удар прекращает время. Прекращает бой. И потом бой возобновляется. Мы сейчас не разводим бойцов только потому, чтобы лишнее время не тянуть, не считать очки и так далее. И так в принципе зрителям достаточно полезно. Да. Еще у нас есть особенность в том, что у нас защищена не оружие, а защищен боезд. Т.е. нет иммунизаторов на оружии. Да, мы редко пользуемся в иммунизаторах на палках, но зато одеваем мощный передверь. Достаточно мощный, который позволяет удерживать удары без травм. Т.е. берешь? Ну да. Т.е. 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 Т.е.